Народная радость, связанная с праздниками Рождества Христова, Нового Года и Крещения, не удерживается церковной оградой. Она выходит из храмов, поёт по улицам, заходит в наши дома и семьи. В истории русского народа зимние праздники звучали весело и громко по селам и городам всей страны. Даже в советские годы тогдашнему правительству никак не удавалось лишить людей праздников Рождества Христова, Крещения и Пасхи. Так они были любимы. Вспоминая и храня народные традиции, православные кузбассовцы организовали в праздник Крещения Господня фольклорный фестиваль «Крещенские вечерки». Открытый фольклорный фестиваль проходит в Крапивинском районе уже второй год. Количество его участников заметно выросло. Приехали гости из Белова, Новокузнецка, Междуреченска и Новосибирска. Программа фестиваля развернулась на два дня – 18 и 19 января. Крещенский сочельник и Крещение Господне. В первый день в поселке Зеленогорске для участников были организованы увлекательные мастер-классы по народному творчеству, где все желающие могли выбрать урок по интересам. Кто-то увлекся изделиями из бересты – туиса, фигурки ангелов или горн, чего только не родится из этого удивительного природного материала. Кому-то показалось занятным изготовить своими руками мягкую игрушку-сувенир из ткани. Шел казачий к лесам, шел казачий к колям, Увидал коням, кони голям на волне. Увидал коням, кони голям на волне. Первые два куплета. Один проговариваем, второй пропиваем, а дальше делаем проигрыш. Я там подплясать могу, шашечку достать. Для молодых и мужественных участников фестиваля был проведен мастер-класс по рукопашному бою. Казаки учили ребят из патриотического клуба «Патриот» приемом рукопашного боя, давали навыки обращения с шашкой, рассказывали, как защищаться от холодного оружия. Мы находимся на семинаре по фехтованию к шашках, по традиционному казачьему фехтованию на шашках, холодному оружию на чайках. И семинар по рукопашному бою, который проводят казаки в станице Кемеровской, ревестра Кемеровского станично-казачьего фехтования. Красоту боевого искусства демонстрировали и на сцене фестиваля. ПЕСНЯ Несмотря на мелькающее здесь и там боевое оружие, тепло и по-домашнему проходил фестиваль с калятками, народными духовными песнями и веселыми угощениями. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В святые дни от Рождества Христова до Крещения принято было на Руси ходить друг к другу в гости, угощать калядовщиков и петь хвалу новорожденному Христу. ПЕСНЯ В праздник Крещения Господни участники фольклорного фестиваля посетили торжественную службу в храме святого Николая Чудотворца в поселке Крапивинский. ПЕСНЯ Гости фестиваля приняли участие в водосвятном молебне, а затем отправились к святому источнику и часовне святого Сергия Радонежского. ПЕСНЯ 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 После того, как мы совершили богослужение в нашем храме, мы сели в автобусы и приехали на Никольский родник, где организуется вот этот иордан, близ часовня в честь преподобного Сергия Радонежского. Как видите, здесь очень много людей. Вот купается администрация Кропивинского района и территории Каменного. Предоставили здесь и автобусы, и горячую кухню. И здесь присутствуют сотрудники спасателей, МЧС, медицины. Так что мы здесь очень радостно празднуем Крещение Господне. Купаемся без всяких каких-то опасностей. У меня закаливает дух, веру и любовь к родине. Сегодня замечательный день Крещения Господня. И у нас в честь этого события и в традиционной культуре, и в православной, это огромное событие, мы проводим фестиваль, который называется Крещенские вечерки. Фестиваль этот собрал очень много людей. В этом благословенном месте, где стоит часовня Сергия Радонежского, происходит праздник водосвятия, который в народе называют «Вода Крещи». И участники нашего фольклорного фестиваля приехали сюда, чтобы с большим удовольствием омыться Крещенской водой в источнике Николая Чудотворца. Очистив тело и душу в святом источнике и набрав крещенской воды, участники фестиваля продолжили концертную программу уже в Крапивинском дворце культуры. Сегодня по всей России звонят колокола, проставляется имя Христова, звучат святые и жизнеутверждающие слова молитв, освящаются воды. И в Божьих храмах наши сердца переполняются радостью. И эта радость религиозная не покидает нас за порогом церкви. Мы несем ее домой, и она находит отражение в нашей частной жизни, в кругу семьи, друзей, суплеменников. И окрашиваясь в национальные этнические оттенки, формируется народный фольклор. Вот этот фестиваль, который мы сегодня проводим, он призван не только показать, как наши отцы и деды, прадеды отмечали прождественские святки, но он призван к тому, чтобы мы сейчас уже пожили возрождение традиции этого празднования в наши дни, в 21 веке. Вот, дай-ка девка сядет, прокатится. Ох, молодец, держит. Хороший коль. Ух, ух, ой, хороший. Вот, держит, хороший коль. Берем за песню, да? Все, да. Две песни спутиться надо? Две песни еще. Спасибо, что вы кладе пироги. Фестиваль собрал серьезные творческие коллективы, многие из которых существуют уже не один десяток лет и достойно называться профессионалами. Но, пожалуй, наиболее ценным в крещенских вечерках, прошедших в этом году в Кузбассе, были домашняя теплота и настоящая искренняя радость совместного переживания праздника. Субтитры создавал DimaTorzok